В этом видео я покажу подборку из 10 самых крутых украшений, в которых на первом месте танзаниты наилучшего качества, а может быть и нет, посмотрим все вместе. Кстати, если сейчас вы выбираете себе танзанит и вам нужно посоветоваться с гемологом, то вот мой ватсап, пишите, постараюсь помочь. Ну а мы начинаем. Номер 10. Колье Hain of London. Конечно, сложно отвести взгляд от 61-каратного синего танзанита в центре колье. В интересном дизайне использована серая эмаль и бриллианты. В похожем стиле выполнено кольцо, в центре которого не менее прекрасный 18-каратный танзанит. Каратности танзанита впечатляют, но отдельно скажу и про качество. Учитывая густоту цвета, хорошую огранку и заметный плеохраизм, можно легко отнести такие камни к самой высокой оценке характеристики ААА, то есть три буквы А. Стоимость подобных камней в средней каратности 5-10 карат уже стартует от 700 долларов за карат. А если брать те образцы, что представлены на модели, то легко превысят и 1000 долларов за карат. Номер 9. Кольцо Pancho. Это кольцо имеет классические формы, танзанит в огранке октагон, изумрудной огранке, предстает здесь во всей красе. Поскольку оттенок синего здесь явно преобладает над фиолетовым, то по системе оценки его цвет характеризуется как в Violetish Blue. Украшено коктейльное кольцо бриллиантами и черным ониксом. На самом деле под названием черный оникс, как правило, скрывается черный тонированный агат. Каратность не указана, но предположу, что это 15-19 карат, учитывая коктейльный формат кольца. Кстати, такого плана кольца часто заказывают женщины самостоятельно у ювелиров. На мой взгляд, это абсолютно оправдано, ведь разница в цене между собственным кольцом и приобретенным в магазине – это минимум в 10 раз. Номер 8. Кольцо Alessio Boschi Это кольцо вызывает неоднозначную реакцию. Кому-то не нравится совершенно, а кого-то привлекает сочетаемость цветов и драгоценных камней. В центре кольца синий танзанит в огранке груша, вокруг него 5 изумрудов в огранке капля кабошон. Также по шинке кольца есть синие сапфиры и демонтоиды. Кстати, речь на мне, сочетание танзанита и золотисто-зеленых демонтоидов кажется очень эффектным. Номер 7. Кольца Laser До сих пор форма огранки кабошон не перестала быть актуальной, а ведь впервые ее придумали еще на заре цивилизации. Есть что-то абсолютно первородное в таких камнях, и с этим очень сложно поспорить. Добавлю, что сочетание рубелита кабошона и танзанита кабошона очень удачное. Можно сказать, что персни придуманы для нее и для него. Номер 6. Серьги Hammerly Этот ювелирный бренд славится своей неуемной фантазией и использованием нетрадиционных материалов. Серьги выполнены из бронзы, а в центре два танзанита фиолетового, я бы сказала даже сиреневого оттенка в огранке овал. Хочу обратить внимание на сами камни. Возможно, их не облагораживали нагреванием. Об этом говорит их менее насыщенный оттенок. Интересно, что в случае танзанитов термонагрев не снижает стоимость камня, так как изначально танзаниты предстали миру исключительно в ярко-синем цвете, то есть в нагретом виде. Стоимость таких танзанитов меньше, чем насыщенных. Например, пару на серьги пусеты можно приобрести в интервале 450-600 долларов за карат. Номер 5. Колье Bulgari Колье Bulgari с турмалинами Параиба, аквамаринами, зомбийскими изумрудами, бриллиантами и круглыми танзанитами является достаточно классическим для этого бренда. Посмотрите, как смотрятся танзаниты в круглой огранке. Крайне редко такую огранку танзанитов используют для колье. Большинство брендов чаще предпочитают использовать танзаниты с более выраженным синим оттенком. Но мне кажется, что и синие танзаниты, и фиолетовые танзаниты все равно смотрятся эффектно. К тому же на стоимость основной цвет не влияет совсем. Главное – его насыщенность. Чем больше насыщенность, тем выше цена. Номер 4. Колье Exquisite Fine Jewelry Ювелирная жизнь была бы не так разнообразна без колоритного дыхания индийских брендов и их видения украшений. Этот современный бренд придумал колье из 750 карат танзанитовых бусин. А в центре колье – кабошуны, рубелиты и танзаниты восхитительной красоты. Действительно, такие украшения достойны настоящей королевы. Впрочем, в Индии всегда камни показывают с лихвой. Номер 3. Кольцо брошь Dior. В центре этой броши цветка совсем не крупный танзанит весом всего лишь 3,43 карата. Интересно, что ювелиры использовали именно танзанит в огранке кушон. И он здесь очень хорошо прижился среди бриллиантово-сапфирового ковра. В основном это украшение можно носить как кольцо, но шинка снимается, и кольцо может стать брошью. Танзаниты обладают отличным блеском и прозрачностью. А это значит, что если большее количество граней в огранке, как, например, в кушоне, то камень сильнее сверкает и искрится. Номер 2. Колье Медли. Это колье – тот самый случай, когда украшение было сделано под заказ для требовательного клиента. Одна женщина очень любит танзаниты и хотела найти для себя что-то особенное. Она сначала нашла танзанит в огранке груша весом, только представьте, 40 карат, и затем обратилась к ювелирам с пожеланием создать достойную оправу для такого великолепного камня. Подвеска в этом колье является съемной, и колье может легко превратиться в обычное ожерелье. Стоимость на танзаниты такой каратности легко превысит и 2000 долларов за карат уникального образца. Приятно смотреть на украшение, которое получилось как результат творчества любящей камни женщины, с одной стороны, и талантливого ювелира, с другой. Номер 1. Ожерелье Вернье. Это абсолютный фаворит моей сегодняшней подборки. И дело не только в креативном дизайне, использовании синего титана как основного металла и интересной фактуре украшения. Прежде всего, дело в самом танзаните, расположенном в центре украшения. Я не могу отвести взгляд от этой бездонной синевы. Так и хочется сказать, синь сосет глаза. Это лучшая качество синего танзанита по оттенку цвета, насыщенности и цветовому тону. Сюда я бы добавила прекрасную огранку и отличную полировку камня. Танзаниты находят лишь в одном месторождении в мире, это Мирилани в Танзании. На сегодняшний день месторождение выработано уже более чем наполовину. Приятно, что до сих пор еще удается находить драгоценные камни такой красоты и качества. Все эти украшения с танзанитами имеют заоблачные цены, исчисляемые миллионами и десятками миллионов рублей. Но я уверена в том, что есть единственная возможность обладать похожей красотой за вполне приемлемые деньги. Вы уже видели примеры топовых по качеству танзанитов и хорошая новость заключается в том, что такого качества танзаниты с гемологическими сертификатами можно приобретать у дилеров драгоценных камней. Но еще лучше при содействии гемологов. На начало октября 2022 года средняя рыночная стоимость качественных танзанитов за карат стартует от 600 долларов. Остается только найти в своем городе хорошего ювелира, который реализует вашу мечту с таким роскошным танзанитом. Кстати, работа ювелира не так дорога, как может показаться. В среднем гуляет от 15 тысяч до 80 тысяч рублей, в зависимости от сложности работы. Я сама обращаюсь только к ювелирам и делаю украшения исключительно на заказ. Надеюсь, эта информация будет вам полезна и вы сможете порадовать себя действительно качественными, красивыми камнями. Спасибо за просмотр видео и если у вас есть вопрос по подбору камня, может быть вы увидели что-то интересное в ювелирном магазине или кто-то из дилеров вам предлагает купить какой-то камень. У вас может быть есть сомнения, какие-то вопросы. Обращайтесь ко мне в WhatsApp, постараюсь вам помочь гемологическим советом. До новых встреч, всем счастливо! Субтитры создавал DimaTorzok